Электросети изношены, их эксплуатация достигла предела. В цифрах износ оборудования Красноярск Энерго 82%. Ремонтная программа лишь поддержания существующих лэб и подстанций в более-менее рабочем состоянии. Денег из тарифа хватает на подлатать, но о серьезной реконструкции речи нет. Чтобы все работало надежно и бесперебойно, вопрос можно решить с помощью так называемого регуляторного соглашения, говорят энергетики. Соглашение это то, как мы будем жить в течение 10 лет. Как мы будем обеспечивать регион надежно, бесперебойно электроэнергией, как мы будем заниматься льготным технологическим присоединением, как мы будем заниматься развитием региона. Но нам все на это нужны деньги. Для того, чтобы понимать, какие деньги мы будем получать и какие мероприятия под эти деньги мы будем выполнять, для этого регуляторное соглашение и нужно. Документ позволит снизить аварийность в самых проблемных районах и устранить огромную очередь из неисполненных договоров на технологическое присоединение, утверждают энергетики. Их по филиалу «Красноярск Энерго» 10 тысяч. И для того, чтобы подключить всех, кто годами ждет присоединения к сетям, требуется 8,5 миллиардов. Проблема в том, что тарифные поступления расходов не перекроют, а регуляторное соглашение вполне может помочь, рассказывают в компании «Россети Сибирь». Баланс интересов – это сбалансированный тариф. Энергетикам это позволяет своевременно отвечать на те вызовы, которые есть в регионе. Именно поэтому я и обращаюсь к губернаторам с тем, чтобы мы заключили эти регуляторные соглашения, для того, чтобы наши жители, наши потребители, наши граждане чувствовали себя здесь счастливо. Положительный пример такого сотрудничества есть в Омской области. Там уже идет обновление энергосистемы. Будет ли подобная реновация в Красноярском крае, зависит от решения властей. От состояния электросетей в регионе зависит бесперебойное благополучие его жителей.